Фестиваль классической музыки такого масштаба впервые пройдет в городе Сочи, на юге России. Как зародилась такая идея провести такое масштабное мероприятие? Понятно, что это город, который просит прямо, чтобы в нем проводили опен-эйры, красивые какие-то сцены в красивых местах. И вот зародилась идея, вот я приехал в Петербург, мы встретились с Дмитрием и начали обсуждать, что есть такая идея сделать в Сочи постановку оперы. Нам очень понравилось место именно в горном кластере. И вот так эта идея начала зарождаться. Конечно, мы не одни, у нас большая команда с нами работает. Очень много направлений есть у этого фестиваля. Это как балетное направление, точно так же и образовательная программа, которая... Потому что сам фестиваль вообще в принципе, он сам по себе молодой, но и наполнение внутри него мы тоже сделали молодое. То есть у нас артисты молодые. Мы провели всероссийский кастинг для того, чтобы привлечь молодых исполнителей для участия в большом проекте на одной сцене уже с именитыми артистами. У нас открывает фестиваль «Вечер балета», да, можно так сказать, гала-концерт балета, который открывает второй вечер у нас. Второй вечер у нас несколько другая грань классической музыки. Это под рояль выступает актер Максим Матвеев. Вместе с Эрадой Берг они представят программу «Чтение со смыслом» за роялем пианистка Александра Федорова. Дальше у нас... Два симфонических концерта. Два симфонических концерта. Участие столистов дома музыки Санкт-Петербурга, в которых будет и симфоническая программа, крупная достаточно. Потом у нас будет хор, хоровой акапельный концерт, да. То есть у нас приезжает большой коллектив, петербургский хор «Согласие», молодежный хор под управлением Павла Теплова. И они помимо участия в постановке оперы «Кармен», помимо участия в нашем концерте «Взбегая вперед» Кармина Бурана, который тоже будет наверху, и галоконцерти, в котором тоже будут сцены из русских опер. Они примут участие в сольном концерте, дадут капельную программу, показывая мастерство, потому что это феноменальный коллектив 25 августа. Концерт участников всероссийского кастинга. Мы отбирали со всей стороны молодых вокалистов. У них будут мастер-классы на протяжении всего периода фестиваля практически. Да, и они участвуют в постановке оперы «Кармен», и пятеро из них попадут в премьеру. В сам спектакль, да. Те, кто не попадут, поют концерт в органном зале. Свой собственный, свои лучшие произведения. И таким образом мы стараемся поддержать именно такие начинания, и не так много появляется шансов, чтобы, в принципе, только, можно сказать, выпускники или еще студенты могут на какие-то крупные проекты, на крупную сцену выйти, особенно с такими мастерами, которые у нас будут. Хорошее обучение, практика для молодых исполнителей. Так скажем, даже это получается у нас не мастер-классы, а мастер-курсы. Да, да. Большой курс длиной, не только в сам период фестиваля, который уже длится больше месяца, потому что ребята ходят на спевки с профессиональными концертмейстерами, которые, да, работают в ведущих театрах. Самым ключевым, самым ярким событием все-таки будет являться премьера оперы «Кармен». Именно в визуальном плане какие будут новинки, что нового выделил режиссер? Мы удерживаем консерватизм классической музыки, используя при этом технологии. То есть полностью следуя тому, что написал композитор, да, полностью следуя общепринятым принципам, то есть не идя на какие-то эксперименты такие спорные, мы все равно находим очень много таких новаторских решений. Это в том числе и то, что опера будет у нас иммерсивная, да, это то, что еще сама опера, на самом деле, это одновременно и спектакль, который мы даем вживую, и это одновременно опера-фильм, который будет сниматься прямо во время живого исполнения. Мы сначала создаем вот этот монтажный план, какой кадр где нужен, и операторы репетируют вместе с труппой, они ходят и подбирают эти планы, и режиссер ПТС, он как раз знает четко, когда какую камеру нужно будет включать, и когда зрители будут находиться на площадке, они будут видеть живое действие, а рядом они будут видеть фильм, который будет показываться через экраны. То есть операторы сами и актеры? Да, и у них костюмы, да. То есть они полностью участники процесса на сцене? Да, они точно так же, режиссер говорит им, что делать, куда пойти. Само пространство, сами горы, которые вокруг этой сцены находятся, это и есть декорации, и в них, естественно, есть уже сценические декорации, костюмы, сама игра. И вот это наполнение, да, как раз и будет создавать детали, которые будут новы для всех, но которые, я думаю, заставят каждого погрузиться, вот будто они сами сейчас участники этой постановки. Фестиваль объединит целых четыре площадки Большого Сочи. Расскажите немножко об этих четырех площадках. Мы начнем с площадки фестивальной. Это Большая площадка Сочи, известная всем. Эта площадка вмещает две с половиной тысячи мест. Она открытая на прекрасном берегу, на прекрасной набережной, в самом центре города, у морпорта. И на этой площадке мы начинаем как раз наши первые два дня фестиваля, где будет балет. Вечер чтения со смыслом, и с нее мы начинаем мастер-классы концерта капельной хора. И вот выпуск образовательной программы, как раз концерт, гала-концерт, они пройдут в органном зале Алиса Дебольской. Это как раз самая классическая точка Сочи, да, это точка, где проходит множество концертов, где мы проводим концерты постоянно. Следующая площадка, это у нас парк науки и искусства «Сириус». И эта площадка будет у нас как раз задействована тоже два дня на наших двух симфонических концертах 22 и 23 августа. А основная наша площадка? Да, парк Лайзо, курорт Роза Хутор, высота 1050 метров. Именно в горах это будет впервые. И это тоже одна из уникальностей всего нашего проекта. Одна из наших главных задач, которую мы ставим сами себе, это сохранять уникальность с каждым годом, да. Дело интересное, завораживающее событие. Фестиваль тоже, который он должен не только как-то разрастаться, не только становиться, может быть, масштабней, шире, это время покажет, да, как будет, а именно его наполнение, его уникальность, его формы фестиваля, формы участников. Социальная значимость. Социальная значимость. То есть, естественно, то, что для нашей страны важно и то, что мы именно хотим сделать именно в правильном русле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова